Продолжение следует... Однако по прошествии лет в случае, если отношения рушатся, возникает немало споров, связанных с разделом имущества и взаимными обязанностями. Для людей, состоящих в официальном браке, в случае развода они решаются в соответствии с законом о семье. И не всегда этот процесс проходит гладко. Для людей же в браке, не состоящих, возникает множество дополнительных сложностей. Юристы, которым приходится заниматься подобными делами, идея министра юридически урегулировать имущественные права живущих вместе, но не состоящих в браке людей, это касается и общих детей, оценивают по-разному. Есть те, кто ее поддерживает, но есть и противники, считая, что таким образом государство делает медвежью услугу, поскольку четкие рамки, прописывающие права и обязанности, уже есть в законе о семье. И дополнительных юридических обоснований для проживающих вне брака не нужно. Пока все в отношениях нормально, пока делить нечего, проблема не возникает. Как только их совместная жизнь по какой-либо причине приостанавливается, либо прекращается, возникает длительная судебная тяжба, которая, как правило, имеет негативные последствия. Но последствия не только для этих лиц, которые устроили между собой эту тяжбу, но и для общества, для членов семьи, прежде всего для детей, если таковые есть. И поэтому сегодня надо говорить не о том, на мой взгляд, не о том, что надо создавать благоприятные условия для проживания в свободном браке. Сегодня, мне кажется, надо говорить о том, что общество должно принимать правила игры, установленные государством. Министерство юстиции все же настаивает на том, чтобы парламент обсудил этот вопрос. И для этого направил свои предложения парламентским фракциям, на которые ждет ответа к октябрю месяцу. В предложениях содержится четыре возможных решения. Оставить все как есть. Второе. Создать пакет примерных договоров в отношении имущества, правонаследства и обязанностей по содержанию при решении правовых вопросов между партнерами. Третий вариант. Оставить действующий порядок без существенных изменений, убрав из закона пункты, ставящие в неравное положение зарегистрированные и незарегистрированные пары. Последний вариант. Разрешить вступать в законный брак однополым парам. Какое из этих предложений сможет обрести юридическую силу, будут решать парламентарии. И судя по тому, что их позиция должна быть представлена к октябрю, поправки могут быть приняты еще до конца текущего года. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.